Наталья Толстая Уже по-свойски Наталья вошла в наш эфир Ну что я хочу сказать Давайте мы все-таки за эфиром с вами так пошушокались И решили подкупить вас, дорогие наши читатели Хотя, собственно говоря, в этом особенно не нуждаемся Но тем не менее, даже не подкупить, а такое Нет, спасибо, реверанс Да, вот, я подбирала слова, Наташа, вы меня спасайте, если что Значит, что мы постановили с Натальей так За лучший вопрос, за такой вот, знаете, чтобы аж защинило сердце Отдадим книгу, Наталья С автографом, с пожеланиями Обязательно мы это сделаем Все три или как? Давайте сейчас За три вопроса подарим Сегодня день щедрости у нас Так что, друзья, давайте Не останавливайтесь на достигнутом У меня каждый эфир звучит эта фраза Я понимаю, что она у вас уже в печенках сидит, но тем не менее Пишите, у вас есть уникальная возможность Получить вот так вот, вживую Консультацию от Натальи Толстой Потому что, все-таки, друзья, психолог, это такая профессия очень недешевая А тут, понимаете, вот на халяву можно получить консультацию Ты знаешь, тут даже не в цене дела Заявлена замечательная тема Тема, с которой практически очень мало выступает специалистов То есть мы как-то замалчиваем Может быть, потому что это наш кусок хлеба, да? Может быть, потому что люди не совсем хотят замечать это Мы же не любим, когда звучит что-то грубо А когда мы понимаем, что приходит к людям любовь, Божий дар А мы забываем о Боге Когда к людям приходит любовь, а они теряют себя Начинают грубить своим близким, забывают о детях Перестают учиться и следить за собой То, ну, кто хочет об этом говорить? А ведь это действительно проблема Очень большая проблема Я видела вопросы, честно говоря, я заходила последние два дня Но в первый день там был вопрос о том, что я как психолог Думаю о любви вообще, что это такое Мне так понравился этот вопрос Вот я, не помню, девочка даже это или мальчик Я вот за этот вопрос подарю книжку «Учебник счастливой жены» Я могу сказать, что вот в моем понимании Любовь – это какая-то дополнительная батарейка Которая, вот мы покупаем мобильный телефон И еще понимаем, что сядет батарейка, мы едем далеко Вот бы с собой запасную Вот любовь – это как бы маленькая резервная жизнь Которую можно подключить, но ее нельзя выпросить Ее нельзя купить, она нигде не продается Ее нельзя украсть, вот в чем дело Ее нельзя выпросить, выкричать, выплакать То есть она или приходит, и ты ее находишь, или она тебя находит, или нет Наташа, но почему тогда, если это батарейка, да, вот в вашем понимании, да Почему тогда, я думаю, что и к вам приходят на прием женщины, которых любовь доводит до абсолютно противоположного состояния Да, и состояние эйфории, они превращаются в таких объемных женщин, которые сидят и узгут семечки Я не знаю, что там, смотрят сериалы И вроде понимают, что надо бы что-то изменить, но тем не менее Ты знаешь, мне кажется, что любовь надо преподавать как предмет, как физику, химию Потому что у любви есть свои законы Любовь приходит, и она обязательно покинет Это надо знать, как нет ничего постоянного на этой земле Это же так же батарейка умеет разряжаться То есть у нас синусоиды в отношениях И даже любая сильно любящая женщина может однажды проснуться и понять, что я разлюбляю Не меня разлюбляют, а я разлюбляю То есть кто этот человек, почему я так служу ему, почему я крепостная у него, да И вот если бы со школы, с садика преподавали любовь, говорили бы, что как она приходит внезапно Так же точно внезапно она может уйти И что ее нужно сохранять как младенца Вот любовь – это маленький ребенок Он не может сказать, что у него болит Ему все время нужно питание И лучше, чтобы это была грудь, а не соска, какая бы она не была дорогая, да Ему нужно мамино тепло, ему нужно воркование мамы и папы Ребенку нужно не так уж много Он может выжить на манке и на марлевых прокладках А без памперсов, без фирулей, без этих вот красивых кроваток Это ничего не нужно Наши прабабки могли родить на поле, завернуть ребенка и продолжать пахать Не это нужно ребенку, и любви Не нужны эти мурмуля, нужны эмоции Мы когда умираем, у нас на катафалке нету места для багажа И вот нужно понять какие-то определенные законы, что мы берем с собой только впечатление А впечатление мы запоминаем только когда мы любим, что-то любим Вот увлечена ты путешествиями, ты везешь с собой фотографии, сувенирчики, воспоминания, яркие картинки Рассвет, жабы кричали, птицы пели Но вот если ты влюблена и поехала в путешествие, ты помнишь, как целовались, приблизительно рассвет А что там экскурсовод говорил? Не совсем помнишь, понимаешь, потому что ты переключилась У тебя центр удовольствия смещен в другую сторону Ты любишь, допустим, вышивать, шить, вязать Ты сидишь, занимаешься творчеством, смотришь телевизор, плачешь, День Победы, ты вышиваешь, вышиваешь И вдруг в этот момент, такой же точно День Победы, но ты влюблена Мы пошли на салют, забыли, зачем пошли Где-то там пошли гулять, отвернулись, забыли Забыли про минуту памяти, про пять часов вечера, про минуту молчания Потому что сейчас не до этого всего весь мир подождет, потому что я люблю Училась, родители заплатили много денег, ты там в ординатуре Ты уже на последнем этапе взяла, бросила, все Не моя профессия, она ему не нравится Я хочу ему нравиться, поэтому я не буду врачом И вот если бы дети понимали, что когда приходит любовь, у нее есть такие же правила, как у правила дорожного движения И вот есть такой романс о том, что любовь и разлука не ходят одна без другой Нужно понимать, что нужно расставаться, разлепляться Чем меньше вы попадаетесь друг к другу на территории, чем меньше вы обнимаетесь и сидите на ручках Чем меньше у вас одинаковых слов, чем меньше вы спите в одной постели Тем дольше будет длиться ваша любовь Потому что вы до такой степени привыкаете, что становитесь одинаковыми Кто-то в другом растворяется Да, любовь, она предполагает, что мы идем на какие-то уступки Но если она делает вас несчастным, остановитесь Вы не туда дышите Вот как любой педагог по вокалу скажет Ну вот все хорошо, только ты не тот кармашек вдыхаешь Вот все хорошо, но у тебя нет опоры, все хорошо Мы столько занимаемся, ну вот как бы найти тебе Сюда ты дышишь, сюда, сюда ты дышишь Просто как бы, понимаете, когда приходит любовь Человек должен понимать, что он светит Рядом с ним должно быть хорошо всем Близким, детям, бабкам, сидящим на лавках Они должны раскрашивать акварелью всем жизнь Не нужно забывать, если вы в мыльном пузыре, однажды он лопнет И даже если действительно, вот в самом начале отношений мы прогибаемся Мужчина говорит, не пойду на футбол, побуду с тобой Не поеду на лыжах с другом, поеду с тобой на курорт, на теплый Девушка говорит, не пойду сегодня с подружками Побуду с тобой, вот обнимемся, будем смотреть улицы разбитых фонарей Сколько это будет продолжаться? До тех пор, пока они смотрят глаза в глаза Пока они трогают друг друга руками Пока у них хочучесть, стоячесть, и они не могут разлепиться Но это кончится Если за это время не сформировалась дружба Если людям нужно уже, чтобы их кто-то развлекал, друзей назвать, квартиру Только чтобы вдвоем не быть С кем-то поехать на отдых, только чтобы вдвоем не остаться Вот это начинается тот период, когда любовь начинает покидать И приходит раздражение И надо понимать, что вымещают ее только раздражение И что если мы идем на огромные уступки и теряем себя То каждая наша уступка – это повод для упрека потом То есть я готовлю его любимые блюда Ему нельзя сифуть, поэтому я не ем морепродукты Год, два, три, пять, шесть Пошла к подружке на день рождения, нажралась этих морепродуктов И думаешь, господи, почему я лишаю себя этого удовольствия, если он их не ест Почему я не могу зайти в магазин, купить себе этих улиток Купить этих хвостов, сварить себе и налупиться сама Почему я не могу себе этого позволить? Так и Наташа, нужно позволять себе Само в начало отношений, то есть не нужно идти на уступки Мне не совсем понятно, что это границ Конечно, мы же когда встречаемся и пара принимает решение быть вместе Я люблю тебя, это же неудержимая штука Вот у тебя никогда не было такого, вот ты влюбилась, тебе нравится мужчина И ты ему нравишься, и видишь, что между вами уже пошла эта струна И красная нитка натянулась, и уже в глаза смотрите, и уже вот шкура поднимается И вы еще не сказали друг другу, что ты его любишь И вот в течение дня, десять раз хочется сказать И вот ты держишь себя в руках, лопну, если не скажу Знаешь, что такое состояние? Конечно Я лопну, я больше не могу молчать Вот это вот как раз то состояние, на котором пара встречается Разве мужчина, встречаясь с женщиной, берет ее как пластилин для того, чтобы вылепить из нее свою копию? Разве это правильно? Приложим немножко в другую плоскость, чтобы было понятно Мать кричит дочери, которая выходит замуж и уходит из дома Я тебе всю жизнь отдала, а ты сейчас меня бросаешь И девушка поворачивается и говорит Мама, куда бы я ее взяла в твою жизнь? У меня своя есть Я в тебя вложила свою душу А ребенок говорит А куда ты там вкладывала? Там же моя лежит душа Куда ты вложила душу? Ты могла поделиться, ты могла научить Ты могла показать дорогу, ты могла накормить, ты могла одеть, поправить шарф Ты могла показать как Но отдать свою душу ты мне не могла, потому что у меня есть своя И она там упакована Когда мы встречаемся вот с этим человеком, которым я люблю тебя Он тебя сейчас устраивает именно такой Он добился в социуме вот этого Он интересуется вот этим Спасает дельфинов, пингвинов, воду, погоду вы обсуждали И вдруг сейчас он заговорил твоими словами Кися, а ты кушала Пятнадцать раз тебе позвонил на работу И что делает женщина? Она начинает беситься Да, цепись ты, я хоть что-нибудь сделаю сама Почему я не могу поговорить с подружкой? Сели только-только заказали по пироженку И он появляется Сколько фильмов, когда мы видим, как бесится женщина Когда на пятки наступает мужчина Когда он приходит со своей ревностью Со своими проверками телефонов Со своими открытами Ты там, ты такая, тебе сейчас хорошо? Ты поехала с родителями отдыхать А я остался в России, и мне плохо И выносит мозг так, что уже там мать с отцом сбесится скоро От того, что молодой человек, дочери портят настроение На каком основании он смеет портить нам отпуск? То есть мы должны оберегать свое личное пространство От какого-либо вторжения, правильно? Не оберегать, от чего? От любви оберегать? Надо знать законы То есть если вы хотите, чтобы ваша любовь длилась дольше Оставайтесь самими собой, потому что вас такими полюбили С вашими недостатками Вот с таким целлюлитом С косым глазом С луком, которое топорщится Понимаешь? С непрокрашенными корнями Бежала, говорит, не накрашенная С хвостом, с немытой головой Познакомились, полюбились Все через некоторое время подстриглась Стала черной Уложенная красивая головка Ресницы накрасила Пришла на свидание Он говорит, а я ту хочу Понимаешь? Бывают же такие моменты, которые невозможно объяснить Я сейчас прогнусь для того, чтобы ему нравиться А откуда ты знаешь, какая ты ему понравишься? Если мы знаем, что даже муха все время не сидит на варенье Она перелетает на другую какую-нибудь кучу Всегда ради интереса То есть какая бы ни была ухоженная женщина Очень часто мужчины говорят Ну в течение жизни посматриваю в сторону Той, которая не ухоженная Без маникюра, с грязными пятками С немытой головой Ну нравится Ну вот нравится То есть если не будет разнообразия Если человек не идет своим путем Если она не понимает, что Мужчина может совершить самое большое предательство Взять и умереть Не просто уйти к другой женщине Не просто сказать Я тебя разлюбил и уйти Оставив трофеем детей Да? Просто взять и умереть И надо выжить Прокормить себя и своих детей А к этому, мне кажется, бывает готов Они готовы Потому что растворился Потому что очень многие женщины говорят Вот мужчина, он стоит на постаменте Ты мой бог Все правильно Сейчас так много этих женских тренингов Что они тетечкам просто снесли крышу Они не совсем ассортировывают Одна в короне сидит, понимаешь Другая мышь поддиванная Третья багинальная мышца тренирует И у нее вечная любовница Третья детка с бантом в носочках С кружевами сидит дура-дурой Четвертая на машине пацанка И каждый играет свою роль На каждый товар находится свой купец Но Это неправильно, когда мы выбираем один путь Это то же самое, что вот заказывать в небо Хочу красивого Ну будет он красивый А возможно будет это И бедный, как конторская мышь И может быть Эта красота, она будет тебя потом доводить Потому что рядом с ним ты кажешься мамой Ему тетечки расставывают визитки по карману Тебе, мама, отойдите Ты хочешь умного А он тебе говорит, ты дура, ты дура Ты читаешь книжки в мягких переплетах И журналы бабские Ты дура, вот прочти, пожалуйста, научную работу Потолкуем потом И секса вообще нет И ты думаешь, зачем он мне нужен такой умный Хочу богатого Деньги у Тузика уже в будке лежат С топочками, понимаешь Везде уже лежат Даже горничные уже не берут Неинтересно Вот То есть у тебя богатый Его дома никогда нет Ты можешь занзебарить с заправщиком С тренером по конному спорту С тренером по фитнес-клубу, да Но Когда к тебе приходит твой богатый муж Ты понимаешь, что Его интересует все, кроме тебя Да, ты мать его детей И все И вот если мы делаем это Хочу веселого Он веселит всех А дома дурак дураком Злой, как малюта Спит, да Или там снимает улыбку вместе с пиджаком И очень плохо себя ведет Мне кажется, что вот заказ Хочу вот такой И я такая Это неправильное позиционирование Вот Именно от того, что мы не меняемся Мы перестаем быть интересными Именно потому, что Зачем тебе второй клон? Вот зачем тебе вторая ты? Мы же очень часто ищем в партнере То, чего нам не хватает Нам нужно периодически скандалить Чтобы помириться и обняться Нам нужно разъезжаться Чтобы соскучиться У любви есть свои механизмы Не держаться вот так вот Он все равно Если ему суждено удрать Он удерет Даже если ты его пристегнешь За ножку стола привяжешь дома А вот если ты его отпускаешь И он возвращается Это твоя победа Это значит, нет Никого на планете лучше, чем ты Вот он прошелся Надо идти домой Потому что лучше нет Эх, Наталья Я вот просто слушаю, слушаю Понимаю, что мы уже Павел на эфире прошел Я ни одного вопроса не задаваю Это называется Я просто отвечаю Одновременно Профессионал Я отвечаю одновременно На все вопросы Не, на самом деле, да На самом деле Даже я предлагаю Немножечко эту тему В какой-то степени свернуть Хотя мы постоянно будем К ней возвращаться Вопрос вот Просто вы сказали Что мужчину нужно отпускать И если он к тебе вернется Значит ты такая молодец И если, а когда он к тебе вернется Твой к тебе вернется Вот А не возвращается Не возвращается и уходит Тот, кто не твой Смотрите, какой у нас есть вопрос Он меня немножко даже напугал Давай Доброго времени суток Подскажите, ради Бога, что делать Если человек, которого я люблю Стал для меня как наркотик Его не слышу хотя бы час И как будто бы ломка Начинаю отвлекаться на домашние дела Увлечения, работу Выключаю телефон Но ничего не выходит Я срываюсь и звоню И слышу его голос И будто бы укололось Хорошо сразу вижу с ним И будто бы в раю побывал Его, мягко сказать, напрягает Такое мое состояние Понятно, да Еще бы, да Он подумывает расстаться Что мне делать Сойду с ума без него Или точно что-то с собой сделаю Срочно замещать центр удовольствия Действительно, гиперлюбовь Очень часто бывает Как наказание для второго партнера Он уже извиняется Он уже и телефоны показал Он уже сказал Зайка, я на совещании Я выключил звук, да То есть высоко тревожного человека Вот она же правда беспокоится Он не отзванивается по 15 раз на дню Он не отчитывается А потом говорит Слушай, ты что, учительница? Ну ты мне не доверяешь Или почему такое недоверие? Зачем? У Вишневского есть такое выражение О том, что любовь действительно похожа на наркотик Вот Винни-Пух не мог жить без меда Он там лез на дерево У него кусали пчелы Но он добывал, падал там Ну у него всегда был мед Винни-Пух без меда Мы не ассоциируемся с образом Точно так же, как женщине Ей нужны отношения Только одной больше, одной меньше Вот наша героиня Она не совсем понимает Что любовь это еще не все У нас у всех есть центр удовольствия И он заполнен чем-то Вот кто-то любит пожрать И тогда там Наполеон утренний Из магазина Нижнего в доме Который, да, большой кусок Да, два, побольше Побольше Кто-то любит водить автомобиль И разъезжает, как медведь по цирку По Садовому кольцу Кто-то занимается сексом Кто-то путешествует Кто-то спит Кто-то работает, как умалишенный Кто-то читает Ему не надо это Но он читает Он читает без дела Не пригождается Не полезно никому Он все время с книжкой, с телефоном С электронной книжкой Он умный Вот И в этом центре удовольствия Вот когда, допустим, в той же клинике Где я работаю с нашими похудайками Мы говорим Ну похудеешь ты на 15 килограмм Чем ты себя похвалишь? И каждая женщина говорит Я куплю себе новые вещи Поеду в путешествие Это что, единственное Чем мы можем себя порадовать? Правда? В тупик ставят вопрос Чем ты себя порадуешь? Когда ты добьешься какой-то цели Ты любишь Ты любящая Есть такие вещи, как сакральная геометрия То есть это довольно большой элемент психологии Отношения мужчин и женщин И как мы друг к другу прилепливаемся Вот как торсионками сходимся Не сходимся, подходим, не подходим Это не астрология Это все-таки такая же наука, как физика и химия И там очень фундаментально Есть фраза Одной фразы этой достаточно для того, чтобы ответить на все вопросы Вот здесь Я люблю тебя И поэтому я в тебе, чтобы ты стал больше Я люблю тебя, я в тебе, чтобы ты стал больше Нам ничего не должно быть нужно от нашего партнера Очень нужно дать Дать эмоции, знаний Света в глазах Энергетики Секса Ребенка подарить Дать посыл Показать интересное Найти вкусный ресторан Показать Показать Пойдем Я возьму тебя за руку Пойдем Заниматься спортом Поехали Люблю Куплю Полетели Знаешь это состояние? Конечно Но это не растворение Это не растворение Я есть Я поделюсь Я хочу тебе дать И если женщина дает И мужчина дает Они переплетутся Возьмут у кого чего не хватает И это общее целое Будет как два цельных Вот два яблока С одного дерева Но он персона И она персона И тогда они друг друга перехватят Один другому улучшит настроение Один другого заведет Один другого Скажи что случилось Зайка Ты чего так агрессивная? Иди расскажи кто тебя обидел То есть вместо агрессии Да с плюса Когда цельные люди Они не затыкают дырки В душе другим человеком Понимаешь? Все что связано Вот я тебе ставлю условия Если ты не будешь меня любить так сильно Как я тебя люблю Я от тебя уйду Это любовь? Нет Я тебя так люблю Что если ты уйдешь Я сдохну Ты себе жизнь давала? С какой стати ты без него жила Еще сто лет проживешь? Зачем такая установка? Зачем ты этому человеку Навязываешь такой навязчивый сервис? Кто ему приговаривал К тому что Ты в его жизни появишься И теперь он ответственен за твою жизнь? Не эгоизм ли это? Не хамство ли это? Не страх ли это? Это страх Меня не любят И из этого страха Мы начинаем заслуживать Я сейчас пойду с ним на футбол Только чтобы он не гундел И чтобы я с ним рядышком Чтобы не дай бог Теточка какая-нибудь не моргнула ему в кепке рядом Правильно? Береженого бог бережен Я сейчас сяду Попью с ним пиваса Потому что Он плохо относится к сладковому шампанскому А он любит пиво Это будет нас роднить Это наше общее дело И сидят два перед телевизором С такими мамонами Никакие То есть со всеми вытекающими отсюда последствиями Где? Где женщина Которая будет отбивать рога Как только принц превращается в козлика Как только он начинает пить это пиво Как только появляется первая трыжка Первый почес ноги Первый мат Кто должен отбить первые роги Чтобы остались романтические отношения? Женщина Как она их отобьет Если она в нем растворилась? Как она ему покажет дорогу А это ее миссия Жизнь А себе не сможет помочь Не то что ему В том-то и дело Что когда женщина кисель Как бы мужчина ее не собирал Он ничего не может с этим сделать И однажды он говорит Мне с тобой больше не интересно Я тебя прочитал Он ее закрывает И ставит на полку Все Я знаю что ты скажешь Потому что это мои слова Вот такая вот она Действительность суровая Кстати много таких Если в процентном соотношении Сколько к вам приходит С такой ситуацией на прием? Ты пойми Что гармоничная личность Она пытается и старается Я сейчас не говорю о том Что не нужно приходить К психотерапевтам Это никогда не решили Та же самая Мадонна В будущем здравом уме И в прекрасном расположении духа Она приходит к специалисту Для того чтобы вымести Ненужные обиды Недосказанные слова И идет все время новое Это понятно Но приходит-то на прием Тот кто именно в себе не уверен Тот кто боится Что мне сделать Чтобы он делал так как я хочу Что мне сделать Чтобы он только на меня смотрел Любовался Не ел не пил без меня Я вам что бабка гадалка Это манипуляция Это не будет ничего хорошего Это шарахнет Через пять лет другим В другом месте заберут Вот как все смотрели Фильм «Секрет» Да вот Так сейчас Мы сейчас телепнем небо Мы сейчас быстренько заказ сделаем Вот И все И все Мне будет вместе на парковке И все будет Все выстроится как надо А никто обратную сторону Не смотрел Что будет через четыре Через пять лет Не надо заказывать Надо попросить у неба Попросить поднять морду И поговорить с творцом Как с другом Сказать что тебе нужно Самой себе Объяснить это вслух Проговорить Не будет та же парковка Только не заболеет никто Ты не уболишься с работы Ты не потеряешь что-то Через сердце пропуская Мы добиваемся большего Чем все Что мы стратегируем мозгами Это точно Наталья Вот я говорю Я полностью поглощена Вопросы Собеседницы нашей сегодняшней Я не знаю Это большой минус мне Конечно Как ведущей Но ничего не могу Свою поделать Друзья Вот такие бывают Иногда штуки у нас Психологи Это люди Которых я люблю Заочно Наталью люблю вдвойне Спасибо Наташа Елизавета из Москвы Просит вам Вас дать рекомендации Тем Кто только начал Совместную жизнь Вот какие Основные ошибки Я не знаю И эфира не хватит Елизавета из Москвы Я обязательно подарю Книжку Любовь от заката до рассвета Да В воскресенье чувств Там много прописано Как только начинают жить Ребята И как продлить Как любоваться Обручальным колечком Как сохранить Романтику Ай какой хороший вопрос Потому что Надо чтобы они Не путали Любовь и счастье Это разные абсолютно вещи Любовь это всегда Надрыв И всегда Неуверенность Любовь это всегда Драматургия И чуть-чуть игры Любовь это Чуть-чуть риска Это Какие-то фишки Это юмор Это Стараться Счастье Это мы точно знаем Что будет завтра Куда мы поедем Что мы наденем Как мы будем отдыхать Это покой Это то К чему мы все стремимся И вот Встретились парень и девушка Поженились Вот все У них Банты Принцы Ее пилил всю жизнь И сын это видел И понимает Что так можно А у дочки наоборот У папы с мамой карточки И все выдавали ребенку Сколько хотели И тоже нужды Она не знала Или там была заначка У всех там Или еще как-то А у вас же новая ячейка Вам нужно придумать У вас общая кубышка Вы по разной карточке У вас будет Деньги хранится Какая-то сумма На перехват остальную Вы будете держать отчеты Или не будете Вы будете приносить Чеки или нет Кто-то работает А кто-то нет Он что за тарелку Супа работает Он будет что-то зарабатывать Или ему выдавать Вот только на химию И он так Крепостной Будет сказать Дай мне пожалуйста Мне на колготки То есть как у вас Будет стоять вопрос С деньгами Как мы будем воспитывать детей Будем ли мы На первое место Ставить наших родителей Или все-таки Мы идем своим путем Как мы будем Распределять У нас есть машина Кто будет ездить на машине А кто на метро Кому можно задерживаться Кому нет Кто будет сидеть с ребенком То есть если она Чуки-чуки Прошу прощения С грудным ребенком А с друзьями Пивас пьет То это честно Нет А если она ему Будет все время звонить И писать что он плохой Он что сам не знает Что он плохой Он прекрасно знает Что он плохой Он там сидит Он все понимает Да Очень многие мужчины Говорят что я Подожду пока ребенок Станет собеседником И тогда за руку его возьму И мы пойдем везде развлекаться А пока он мявкает Пусть женщина с ним занимается А она именно в этот момент Его разлюбляет Как мы будем В сексе То есть кто кого будет валять Кто кому будет подходить Как мы будем мириться Вот если я Хочу тебя попросить Прощение Представляешь сколько сил Мне надо чтобы Собраться Подойти к тебе И сказать Прости меня пожалуйста Вот надо простить сразу Потом разберемся Как мы остановимся Если мы уже Переходим через грань И что-то в сексе Делаем больно Или во время скандала Уже начинаем Зубы Потенцию Родственников вспоминать Когда уже все Тихо-тихо-тихо Стоп Вот какое-то слово Надо кодовое придумать Какое Каким словом Ты будешь говорить Что ты любишь меня Когда вокруг тебя Куча народов Птичий язык Как мы будем Друг друга называть Как мы будем Друг другу намекать Как мы будем Разъезжаться Как мы будем ждать Измена ли Когда человек Задерживается На ужине С другой женщиной Или у них там Закат солнца вручную Или там В устной форме Что-то не решили Или это Женщина справится с листом Это измена или нет Что является Что допустимо Что нет Это все обсуждается На берегу Мы будем ревновать Или нет Если ты узнаешь Что я тебя изменила Ты меня травишь грибами Убьешь Или развернешься Уйдешь Или тебе все равно Если я тебе подарю Весомый подарок Для бюджета Ты забудешь Об измене И никогда не будешь Вспоминать про нее И такое есть И это все правильно То есть если вы Обсудите это все На берегу Вы лишаете себя Вы как бы Пишите лоцию Как проехать На корабле жизни И естественно Мерь А к каждому Надо все-таки Приспособиться Вот мы когда Сидимся Бывает вот Разводиться Начинаешь Или выбираться Начинает твой муж Куда-нибудь там В думу И тут как Полезли эти потроха Соседительный муж Господи Я жила с таким человеком Но я не знаю Его до конца Вот обычно При разводе Женщины так Удивляются Что жила с другим человеком Вот садишься за стол И разговариваешь Что ты любишь Кислое-сладкое Красное-синее Вот чем больше Вы задвинете Вот этих вот ящичков Как в китайских Вот комодиках Чем больше Вы разложите информации Про вашего мужчину Или про вашу женщину Тем легче вам будет жить Потому что Одной нужны путешествия Другой надо строить дом И рожать детей Третья карьеристка И с ней тоже надо Как-то существовать Если ты ее любишь Пусть она идет И строит свою карьеру Знаешь почему? Потому что в Америке Вывели наконец Формулы счастья Счастье это когда Человек выжимает Лично из себя Все потроха Для достижения цели Спорт Выздороветь Защититься Стать кем-то Быть важной Нужной Востребованной Уметь делать что-то такое Что нужно другим людям Чтобы было тепло В животе Потому что ты нужен И делаешь что-то хорошо И у тебя обязательно Есть группа поддержки В виде самых близких людей Мама Отец Муж Ребенок Которые ждут результата И радуются победам Твоим победам Как своим Не растворяются в тебе Взять на трибуне Когда ты бежишь Если ты спортсмен Который приходит в больницу И радуется каждому твоему шагу Если ты с поломанной ногой Прошел Правильно Сидят и хлопают тебя На твоей диссертации Не понимая Что ты там накорябал На этой доске Понимая Что вот-вот я выйду И съем бутерброд цикрой То есть Группа поддержки Это те Кто говорят У тебя получится Ты сможешь Ты клевый Ты хороший Но при этом Каждый из них Муж тут же развернулся Пошел на свою работу Ребенок Сел и смотрит мультики Мама развернулась Сказала Не хочу я сидеть у вас в квартире И поехала поливать свою клубнику Правильно То есть каждый Живет своей жизнью Как только мы начинаем В кадык кому-то Вцепляться Как только мы Начинаем начищать Пуговицы И как мундир Вот все Я буду твоей пуговицей И ты будешь со мной всегда И ты будешь Мое дыхание Слышать всегда Мы автоматически Начинаем вызывать Отторжение Чем больше женщина Надевает на себя фату Тем быстрее прыжки У мужчины Когда он хочет Ускакать от нее Так устроен мир Я надеюсь Что Елизавета Сейчас получила Просто шикарную Консультацию Все записала Если что Потом пересмотрите Еще у нас будет Текстовая расшифровка Значит смотрите Светлана Такой вопрос Буквально 5 минут У нас осталось Вот такая ситуация Я вот знаете Вот я сейчас покажу Даже Вот вам дорогие читатели У Натальи покажу Я вот подчеркивала Здесь такое сочинение В трех томах Светлана просто нам пишет Вот прямо в эфире Что она впервые У нас в эфире Как это здорово Светлана Мы рады что вы с нами Вот поэтому Я что-то Давайте зачитаю Ее вопрос Но вопрос очень длинный Поэтому я буду так Пытаться Давай уже не таминул Да Все Наташа Вы меня давайте Строите как нужно Значит так Влюбилась Обо всем забыла Забросила всех друзей Знакомых И увлечения Любовь на расстоянии Была 2 года Эти 2 года Просидела в комнате В ожидании Когда у него Освободится время Чтобы пообщаться со мной Ведь встречались Один раз В 2-4 месяца У него В это время В отличие от нее Была замечательная Бурная жизнь Все было хорошо В итоге Девушка переехала Светлана к нему В другую страну То есть там абсолютно Все другое Другой язык Другой менталитет Другой менталитет И тут узнала Что оказывается Пока они Ну встречались Да Один раз В 2-4 месяца Естественно У него на стороне Кто-то был И ситуация На сегодняшний день Такова Что ничего не хочется Вообще Понимаю Что с друзьями Родными За эти 3 года Не общалась Были только формальные Какие-то поздравления Простить не может Ну и уехать Почему-то тоже не может Так Тут надо Давайте Как говорит наш президент Мухи отдельно Котлеты отдельно Ты уже приехала туда Значит по приоритету Среди всей палитры Тетечек Которые были рядом С ним Он выбрал тебя Иначе визу Ты не получила Это точно Так Сейчас торжествуем От того Что уже самое главное Ты Дальше Все что было Когда ты сама себе придумала Надела эти розовые очки И сама себе насочиняла Мы отбрасываем Потому что это уже было А от прошлого Остаются синяки Фотографии Дети Драгоценности И воспоминания Не было ничего Все была сказка Только я пишу ручкой Рукописно И у меня выходят книжки А у тебя так сложился Кусок твоей судьбы Потому что ты так его написала Верить тому Что мужчина Там где-то за океаном Хранит тебе верность Пишет тебе письма И любит тебя При этом ничего не делает Не садится в самолет Не помогает тебе материально Не спрашивает Как у тебя дела Не участвует в твоей жизни Не надо Ну раз ты уже решилась на это И по приоритетам Выбрала вот так То нужно делать Несколько шагов назад Для разбега Не надо уезжать никуда Нужно с жалом поводить Посмотреть что ты можешь сделать На той территории Даже не знаю какая страна Но наверняка Там есть русскоязычные люди Да То есть можно водить Русских туристов По музеям На русском языке Рассказывать о картинах Можно пойти в аэрофлот Можно пойти Много мест Где нужны люди С русским языком Нужно написать своим родственникам И попробовать построить отношения Никогда нельзя на полпути убегать То есть если ты уже приехала И он с тобой То у тебя есть все шансы Доказать что ты лучше всех Вот сейчас твой выход Что ты можешь предложить твоему принцу Вот очень часто женщины говорят Я хочу себе Мужчину вот прямо Супер пупер Языков не знают Образования нету Или есть одно Но не используется Не особо ухоженное Не особо интересное Не веселое А зачем ты ему нужна Вот сейчас Надо такую песню ему спеть Какая она классная Чтоб он понял Какой на него прям свалился Счастливый билет И потихоньку Потихоньку Начинать писать своим близким Если мы С таким настроением У нас слоника не продаст Нужно поменять вектор мыслей И созидательно относиться К этому ко всему Ты уже в этой ситуации Да Что мы можем сделать Чтобы вывести ее В правильное русло Я подарю книжку Между сексом и любовью Этой девушке Ой Светлана Не знаю Куда мы вам будем Отправлять Ну я думаю Или я потихоньку Дам телефон Тогда она мне позвонит И мы решим Тоже спрашиваю Кстати Светлана Я так понимаю Что под одним ником Пишет Она спрашивает Как можно записаться На консультацию Быстренько Набить меня Парень и на него На консультациях Мы можем отрезать В этих играх Я успокоился Я успокоился Так что Не с тобой Так с кем-нибудь другим Очень часто женщины говорят Почему я должна Перед ним скакать Эти эротические танцы Почему я должна Пойти на курсы Привезти за их чесалок Почему я должна Пойти в магазин Для взрослых И принести все эти Прибамбульки Таблеточки И капельки Почему я Потому что Если не ты То пойдет Другая Сделает это И все То есть Женщина строит отношения Мужчина строит мир Очень много Зависит от женщин Весь танец Должна раскрашивать Придумать Раскрасить Придумать костюм И оттанцевать Должна женщина И никто меня Не переубедит Вот эта фраза Женщина строит Отношения Мужчина строит мир Мне кажется Настолько емкая Вот на ней Друзья Я хочу сказать вам Огромное спасибо Что вы писали нам Наталья Буквально Какие-то пожелания Тем кто нас сейчас смотрел Кто участвовал В нашей беседе И кто я уверена Что будет нас смотреть потом Так А книги мы все подарили Да Да Ну если мы Все-все Что-то с памятью моей стало Наталья Из пожеланий Я бы сказала так Никогда не бойтесь любви Если она приходит Она приходит Обязательно для чего-то Как только она начинает ранить Поймите Что вы идете Не в том направлении И максимально спасайте Себя И своего партнера От драм Не повышайте тона Берегите друг друга Жалейте В очень много искренности В любви И еще Когда Ты пообещаешь Сама себе Ты всегда думаешь Я с собой договорюсь Я не пойду с ним в бассейн Потому что Ну а потому что Сегодня холодная погода Буду идти с мукрой головой Если меня очень хорошо чувствуют Бл-бл-бл-бл-бл У нас 10 отмазок Это называется Самосаботаж Преступник Который убивает Он всегда Аргументирует Почему он убивает У каждого маньяка Есть своя теория Все что мы делаем Мы всегда себя оправдываем А вот если ты пообещала Другому человеку Ты совсем по иному Себя ведешь Обещала похудеть И худеешь Обещала не курить И не куришь Сама Вот если ты одна Ты все равно Где-нибудь найдешь Там свою заначку И покуришь На балконе А если обещала Может быть не сможешь А знаешь какое великое чудо Когда ты Пообещаешь сама себе И выдержишь это обещание А для того чтобы это было Нужна правда Правда и чистота души Не врать в отношениях вообще Нравится Тысячу раз говорите Мне нравится Не нравится Говорите сразу Со мной так не надо Не уступайте Не живите по чужой указке Когда люди говорят Я знаю как надо жить Будьте очень осторожны Потому что Мне кажется даже творец Не знает как нам жить Он дал нам заповеди По ним и жить надо А авторитеты кто? Через сердце все И все будет понятно Всем любви и добра Спасибо огромное Наталья Заслушалась все Не могу Пылает мое сердце От каких-то эмоций От того что такой Чудесный у нас диалог сложился Я вот искренне надеюсь Что мы не просто Да сейчас поговорили Да Сотрясали воздух А я надеюсь Что действительно До очень многих наших читателей Действительно дойдет Та информация Которую вы сегодня рассказали Я надеюсь Что станет в нашей стране Меньше несчастных женщин И меньше несчастных мужчин Которые в браке Почему-то стали себя терять Спасибо Берегите любовь Своего маленького младенца Друзья Всего доброго Субтитры сделал DimaTorzok